добрый вечер друзья такой запашок уже немножко весны сегодня вторник сейчас поеду за ксюхой съезжу она на сальфеджио луна такая над газовой трубой полная хороший вечер фонарь уже зажегся а я сегодня решил сделать скумбрию по соли в маринаде я потом как-нибудь рецепт вам покажу там рецепт несложный но скумбрия вообще шикарно получается добрый день друзья сегодня 17 февраля и 8 градусов тепла ветерок а я решил прогуляться до зона 8 градусов тепла даже шапку не стал надевать слишком уж тепло дороги немного подсохли сегодня занимался творчеством писал клип один вот на новом так месте оборудование постоянно все это модернизируется до дороге подсохли теперь идти наиболее приятно она и здесь на моем любимом месте уже не пройти по дороге здесь только по траве и вот где вот здесь люди живут тут они грязевые такие дороги здесь только вот по некоторым шагам грязь очень липкая здесь перекресток полностью раздолбанный траншеи я уже показывал вам готовят съелки на будущую пахоту и так друзья я хотел вам показать вот эту розеточку ну патрон заметьте какая интересная вещь сейчас выпускается вот патрон до чтобы мне подцепить сюда провода для этого нужно открутить эти вот болтики мелкие и вставить туда провода вот открутить их здесь не получится потому что мешает борт значит нам надо снимать патрон чтобы снять патрон нужно открутить два внутренних винта представляете мы откручиваем два внутренних винта откручиваем сам патрон и нас предстоит задача два провода поставить в эти вот микроболтики болтики еще и болтики такие знаете как из часовых механизмов но просто смешно зажимать провода такими болтиками далее ну допустим мы вынули патрон тогда как мы будем провода подсоединять туда это нам мешает тут этот пластмасса то есть нам надо разделять провода так чтобы было разделение как можно дольше то есть отдельно два провода потому что мы же патрон вынимаем нам надо бы на вынутый патрон поставить провода затянуть их вот это вот глупость это должно быть принял такое расстояние вот вот такое расстояние далее мы должны поднять патрон закрутить вот эти два болта которые там два винта и получается что у нас будет здесь два длинных провода таких куда мы будем их умещать никто не знает дальше допустим мы все это поставили нам эти провода нужно будет вынуть когда вот здесь два прикручивающих отверстия крепления под сам самой лампы то получается мы здесь можем как-то заплести но а как нам вывести нам надо ломать какую-то переборку нам надо же вывести эти два провода идут возникает целая проблема значит надо ломать но пометки никакой нет нигде и получается что вот этот патрон кто-то кто выпустил этот патрон это фабрика завод или тех там работают суровые такие изобретатели которых надо просто шваброй гнать оттуда с завода чтобы они этими вещами не занимались мало того что керамика вот это она фуфельная она колется стоит где-то что-то вот так сейчас винт затягивать из отверточкой задеть вот этот борт он тут же отколется вот я представляю как делали патроны советское время с хорошими зажимами и как сейчас делают резьба маленькая патрон не сможет затянуть хорошо провод он просто сорвет резьбу вот такие вот патроны друзья мои не покупайте это фуфел а я друзья мои использую еще разные режимы для съемки патрона вот сейчас нашел самый лучший у меня тут мигала герцовка поэтому я искал чтобы не было мигания но вот сейчас нашел что есть режим еще круче где можно хорошо это рассмотреть ну и соответственно медь у этого патрона но очень слабенькая представляете но вот болтики меня просто с ума свели это вообще это болтики для часового механизма они для электрического патрона друзья за окном погода ну просто отвратительная друзья мои дождик пасмурно вот такая вот друзья мои погодочка я буду заниматься выпечкой хлеба а вы посмотрите также и вчера я запустил дрона чтобы еще немножко полетать над станицей показать вам некоторые объекты и так полет предстоит нам небольшой показать что стало в станице после полностью исчезновения снега когда он растаял вы видите что есть зеленая трава она принципе всегда всю зиму сохраняется и многие участки стали приводить в порядок подготавливать и саженцы к весне и распахивать некоторых случаях землю убирать мусор со своих территорий знаете я решил сделать пролет именно так чтобы посмотреть еще также вот новая база у нас какая-то построилась но не база ангары я надеюсь может быть это зерно хранилище не такая надежда я не знаю к сожалению не осведомлен может кто есть подписчиков знает напишет комментарии что здесь построили было бы неплохо если бы это было зерно хранилище а то мы постоянно ездим либо на есенскую переправу либо к фермерам либо в город это было бы прекрасно вы видите слева немножко недостроенный фундамент дома это рядом с моими друзьями с надей володей дом этот когда-то давно собирались строить но он так и покинутый и и и и и Я не буду далеко и глубоко к центру залетать в станицу. Просто краешком, вот дом моих друзей и от него и полетим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, впереди по курсу как бы некоторое предприятие, которое было очень успешным возможно в советское время. И это предприятие занимает довольно большую территорию в нашей станице. Но судя по всему, это слева по центру экрана, вы видите сейчас камера немножко развернется. Но судя по всему, оно уже давно не работает в прежнем режиме. И многие гаражи мы видим справа по границе предприятия с проваленными даже крышами. Можно сказать, почти полностью уничтоженными. Хотя ворота остаются закрытыми, друзья. Вот было бы интересно также от подписчиков, может кто-то знает, написать, какую функцию выполняло это предприятие в советское время. И может быть сейчас какую-то функцию выполняет. Делаем небольшой пролет с понижением высоты. И посмотрим, друзья, на фермерские поля, которые находятся за дорогой. Мне всегда было приятно наблюдать, какая у них ровная посадка деревьев, ровно по струночке. Всегда смотришь издалека и прям есть такой прибор, он называется теодолит. И у меня такое впечатление, что как будто эти деревья посажены именно по нему. Так ровно сейчас даже не строят, не то что деревья садят. Ну тут вы видите плодовые деревья фермерского хозяйства. Разные абсолютно деревья, яблони, черешни и новые посадки. И если кто-то очень имеет большой экран телевизора при просмотре, то может увидеть, что в середине поля идут рабочие и занимаются обрезкой деревьев. Возможно, работа выполняется какие-то иные, но постоянно работа выполняется. Делаем небольшой разворот. Медленная панорама всей станицы со стороны фермерского хозяйства, тоже в то же время со стороны моря. КОНЕЦ и возвращаемся домой ну что ж, друзья, на этом мы с вами прощаемся до скорой встречи, до следующего ролика не забывайте, завтра, суббота музыкальный стрим на основном канале в 16.00 по Москве не забывайте, завтра, суббота